Музыка Серёж, ты периодически пропадаешь, периодически проявляешь себя на сцене. Вот скажи, пожалуйста, отвыступал ты последний раз? Для себя какие-то выводы, пожелания, мысли о будущих выступлениях сделал? Ну, у меня же, ты знаешь, всегда всё спонтанно. Приспичить мне захотелось. Я пытаюсь там подготовиться выступить. Когда отдыхаю, так уж отдыхаю. Поэтому планов с каждым годом всё меньше и меньше строю. Поэтому захочу ещё выступать, выступлю. Я это делаю для себя уже давно, не для кого-то. Мы все надеялись, что ты выступишь на турнире в Питере, на фитнес-хаус-про. Потому что когда он появился, думали, что Шелестов уже начал выступать и завершит сезон именно там. Почему тебя там не было? Ну, невозможно объять, необъятный. Я выступал в весеннем сезоне, который сложился. Так для меня тяжеловато по многим причинам. Поэтому, ну, решил отдохнуть изначально ещё. То есть я не планировал на нём выступать с момента его появления, как бы. Поэтому так. Не по каким-либо другим причинам. Ну, просто его не было в планах. Я хотел отдыхать в это время. Ну, и впечатления о том, что происходило в Питере. Как ты считаешь, наши ребята заслуженно заняли те места, которые не заняли? Там Шабуня, Лизуков, Фёдоров. Ну, я думаю, что, конечно, нет. Даже не брать во внимание то, что там я патриот своих ребят, страны, ребят. Я рассматривал там тщательно фотографии, видео смотрел. Особенно мне обидно за Лёшу Шабуню. Он должен был быть гораздо выше. Ну, и остальные парни были достойные. То есть, ну, пусть не трогаем, ладно, первую тройку. Там хорошие парни были в форме и всё такое. Но уж за ними точно могли бы быть наши. Причём, ну, будем так говорить, в любом порядке, да, из трёх. Все они были достойны друг друга. И в хорошей форме именно для этого турнира. Ну, Фёдоров тебя впечатлил или всё-таки лукавство, что он за пять месяцев так набрал? Потому что я видел его весной. Он действительно был значительно меньше, значительно неспортивно, так сказать, в форме. Просто занимающийся в спортзале человек. А сейчас вышел на сцену. Ну, я вполне верю. Я сужу даже по себе. Когда я после перерыва возвращался, после не такого длительного, конечно, но после трёхгодичного, то довольно быстро восстановился. Тем более, какие его годы, что называется. В 36 лет, я думаю, что можно сделать форму, что он и продемонстрировал за 5-6 месяцев. Я думаю, что он ещё далёк от той максимальной формы, которую он мог бы ещё и может ещё представить в будущем. Но я вполне верю, что он подготовился за такой короткий срок. В своё время у меня это получалось тем более такому генетическому уникуму. Почему бы не получиться у него? Если он продолжит выступать, продолжит набирать, вот эта вот травма груди всё-таки остановит его от каких-то первых позиций на профессиональных турнирах? Как ты думаешь? Ну, или тройки, по крайней мере. Ну, наверное, ясное дело, что это не пойдёт ему на пользу. Но я думаю, что при этом недостатке, если у него будет слишком много других недостатков, это всё-таки как-то повлияет на мнение судей, и он может занимать самые высокие места, я думаю. Ну, и конкретно о тебе. Я понимаю, что планов у тебя особых в ближайшее время нету, но если вдруг так вот сказать, вожжа под хвост, то когда ты можешь выйти на сцену? Ну, знаешь, сказать, что нету планов и выйду тогда-то, это уже противоречит самому себе. Ну, не знаю. Мне пришли вот сейчас в конце года все документы из профессионального дивизиона и ФББ, то есть о продлении там профессиональной карты, от списка турнира и так далее. Ну, пока такая пауза, я в глубоком отдыхе, не хочется мне вот слишком туда опять вылезать, но просто хочу немножко отдохнуть от этого. Будет настроение, возможности чуть позже, не исключаю возможности. Пока пауза. Спасибо. 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 Спасибо.